Палатки и рознокольоровые стяги заняли свои место. У якости импровизованной кухни – вогниша и железное ведро. Жихары палаточного городка чекают открытия международного детячего лагера «Миру и дружбы» Крыничка, а заодно рыхтует обед. Роман Тутенко приехал сюда из Новозыпкова. Тут он уже другой раз. Сегодня выступает в роли повара и для соседей у палахера рыхтует традиционный борщ. Мне здесь очень нравится. В прошлом году здесь было очень весело, очень активно. Мне очень понравились все мероприятия. В основном здесь очень дружно, все очень хорошо сделано. Прямо по душе все. Тут дети не только рыхтуют ежу, а и в целом учатся самостоянно наладживать свой побыт. За 7 дней лагера это место становится для них не просто местом отпочинку, а и с оправданной школой життя. В этом году жихарами лагера стали больше за 200 человек с Беларуси, России, Украины и навод Литвы. У каждого отрада усталеваны стяги своей краины. Однако на справе по межименяма не национальных, не умовных одрозненев. Каждый год мы пытаемся придумать новую программу именно для нашего отряда. И в каждой смене присутствуют новые команды, с которыми мы знакомимся. Из России, из Украины. И каждый для нас это новый друг и новый знакомый. В подлетке разом рыхтуют концертные выступления, организуют эстафиты и конкурсы. Усяго за час лагера тут пройдет больше за 20 массовых мероприемств. Самые ж активные удельники у конца смены трамают дипломы и кубки. До речи, узнагороды тут почали уручать уже у день открытия. На святочные линейцы у Гонар-55 годзе Беларусского фонда «Миру» специальные памятные знаки уручили отрядам, которые стали уже саправдивы ветеранами лагера. Если на первых порах с Россией приезжал только один отряд, то потом уже приезжало до девяти отрядов с Россией, три отряда с Украины. И с каждым годом география прибытия ребят в этот международный лагерь расширяется. У першыню лагерь пройшло 24 годы тому. За гэты часто сформировались свои традиции. Але разом с тым кожный новый заезд з'являются и новоувяденье. Однако неазменным застаится тое, что у опошнедзень лагера «Падлетки», яке живут за сотни километров, один от одного развитываются уже саправдными сябрами. Александр Лупиненко, Анна Ковалева, Яуген Макеенко, Рогачевский район.